Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня я хочу поговорить о больших вещах, которые происходят прямо сейчас в криптопространстве и ответить на главный вопрос. А хорошо ли это для биткоина? Спойлер, конечно же, да. Биткоин сегодня растет точно так же, как и эфириум. Бинанс коин тоже дал почти 7% за сутки. И несмотря на то, что он находится сейчас на хаях, я думаю, что у него много потенциала для дальнейшего роста. Учитывая то, что многие проекты сейчас обращают внимание на Binance Smart Chain, а также то, что, например, PancakeSwap и некоторые другие свапы выбирают именно BNB, а не эфириум. Многие спрашивают меня насчет лайткоина, который сейчас находится на 10 месте в CoinMarketCap. Лично мне кажется, что у него тоже есть хороший потенциал. Во-первых, у него уже есть большая история. Кроме этого, его уже поддерживает PayPal наряду с эфиром и биткоином, что очень масштабно. Интересно заметить то, что за последние 30 дней такой фонд, как Grayscale, накапливает лайткоины, тогда как балансы биткоина и эфириума здесь уменьшаются. Это тоже очень интересное наблюдение. Кстати говоря, XLM тоже достаточно быстро растет в их накоплениях. Наверное, компенсирует вместо XRP. Также насчет лайткоина. Хочу сказать, что он есть в моем портфеле, хотя не очень много, учитывая, что часть я вообще положил в блокфай под проценты, 6,5%. Да, это не очень много, но я думаю, что это лучше, чем просто держать лайткоины где-то, и они никогда не будут прибавляться. Тем более, что я вообще ничего не делаю, а баланс в лайткоине все потихонечку растет и дает мне пассивный доход. Кстати, этот процент для лайткоина, опять же, больше, чем для биткоина или эфириума. Итак, давайте пройдемся по новостям, которые я считаю очень хорошими показателями того, что биткоин ждет достаточно позитивный второй квартал этого года. Начнем с этой новости. Биткоин резко обвалился на 2000 долларов за 5 минут, ликвидировав позиции на 600 миллионов долларов. Что ж, неплохо CZ зарабатывает, если что CZ это SEO Binance. Иногда мне действительно кажется, что лучший способ зарабатывать на криптовалюте, это создать криптовалютную биржу. Шутки шутками, но вот именно поэтому я и не люблю эти маржинальные, кредитные и плечевые торговли. Почти наверняка такие трейдеры потеряют свои деньги. Я же предпочитаю купить и забыть. А тебе я крайне рекомендую иметь несколько портфелей. Например, один инвестиционный, один торговый и один экспериментальный. Не трогай инвестиционный портфель, если хочешь торговать. Не трогай торговый портфель, если хочешь экспериментировать. Впрочем, предупреждай, не предупреждай, но все равно найдутся люди, которые откроют сделку в 1000 долларов с плечом 250 иксов. Хорошие новости для игровых токенов, о которых очень скоро будет ролик. Я помню, у меня все это записано, я просто физически бывает не успеваю. Итак, Энджин получает финансирование в размере 18,9 миллиона долларов для NFT блокчейна на базе полка дота. Это отличные новости как для Энджин, так и для полка дот. И как видно, они неплохо начинают расширяться. Поэтому, думаю, опять же, несмотря на то, что Энджин сейчас находится на пике, у него все еще есть много пространства для роста. На данный момент его рыночная капитализация 2 миллиарда долларов. Похоже, что это один из самых крупных игр альткоинов. Но думаю, что у него есть потенциал для того, чтобы эта цифра была еще больше. Есть новости еще лучше. Как странно читать это все в 2021, когда в 2018 от этих же банков ты читал совершенно противоположные вещи, что биткоин это скам, что биткоин умирает и так далее и тому подобное. Goldman Sachs готовит биткоин продукт для своих клиентов. Банк сообщает, что криптоактивы будут доступны для клиентов во втором квартале этого года. Что ж, PayPal предлагает своим клиентам криптовалюты. Биткоин, эфириум и лайткоин. Теперь еще Goldman Sachs готовит свой собственный криптосервис для своих клиентов. Как-то так, скорее всего, и должно выглядеть массовое принятие криптовалют. Надеюсь, второй квартал этого года для криптовалют станет просто взрывным. Потому что, во-первых, очень много позитивного и в плане фундаментальных показателей, и в плане принятия криптовалют именно во втором квартале этого года. Что означает увеличение не только институционального присутствия, но и розничного. В силу того, что биткоин становится все проще и проще купить. Чем больше людей заходит в биткоин, тем выше спрос, тем меньше доступные предложения и, соответственно, выше цена биткоина. Такая экономика. Также, исторически, март не был очень хорошим месяцем для крипторынка, в отличие от апреля. Например, март 2020-го все еще свеж в нашей памяти. Биткоин потерял тогда около 60% стоимости, а многие альткоины упали на все 90%. И хотя многие люди ожидают окончания этого бычьего рынка криптовалют приблизительно осенью или зимой этого года, лично я теперь думаю, что есть большие шансы на его продолжение немного дальше, с пиком где-то в 2022. Опять же, это только мои ощущения. И этому аргументу тоже можно найти небольшое подтверждение. Майк Новоградс, миллиардер и основатель Galaxy Digital, дал интервью каналу CNBC, в котором главной идеей было то, что биткоин находится на пути неизбежного преодоления отметок текущей рыночной капитализации золота. Это около 9 триллионов долларов. Еще несколько лет назад я снял видео, в котором предположил, что рыночная капитализация криптовалют может достичь полутора триллионов долларов. А сейчас капитализация только лишь одного биткоина составляет 1,1 триллиона долларов, что означает всего лишь около 8 или 9 иксов для того, чтобы достичь рыночной капитализации золота. Мне кажется, это очень реалистично для биткоина. Всего лишь 8-9 иксов, но думаю не в этом цикле, а уже в следующем, после нового халвинга биткоина. С рыночной капитализацией золота биткоин стоил бы около 540 тысяч долларов. И именно такой прогноз я даю для пика следующего бычьего рынка спустя 4 года. В свете того, что Тесла уже принимает оплату в биткоинах, очень интересная статья вышла от Кракена, криптовалютной биржи, которая предполагает, что в 2022 году за один биткоин можно будет купить целую ламбу, а в 2023 уже Бугатти. Это достаточно забавно, ведь у меня была идея действительно в этом году купить Теслу за биткоин и снять об этом видео. Мне кажется, это бы очень хорошо зашло. Но честно говоря, даже ради этого хайпа, лайков и прочего, я не хочу тратить свои биткоины. Вообще не хочу. Тем более на такую бесполезную вещь, как Тесла. Для меня бесполезную. Почему? Потому что теперь автомобили Тесла можно купить за биткоины. Тесла это новая пицца. Сейчас мы удивляемся, как можно было когда-то купить пиццу за 10 тысяч биткоинов. Спустя 10 лет мы будем удивляться, как можно было в 2021 потратить целый биткоин на автомобиль. Пусть даже и Теслу. Делайте скриншот. Дальше. PayPal открывает двери для своих клиентов. И делает массовое принятие биткоина еще ближе. Сегодня мы объявляем, пишут они, о запуске нового способа оплаты для наших клиентов. Теперь вы можете оплачивать некоторые покупки в интернете с помощью криптовалюты. На самом деле есть один нюанс в этом, о котором почему-то мало кто говорит. Дело в том, что механизм оплаты этим новым способом от PayPal не подразумевает прямую оплату биткоином. Он сначала делает конвертацию биткоина в фиат, а потом уже оплачивает продавцу его товары. Лично я надеялся, что PayPal все же разрешит или предоставит продавцам возможность принимать к оплате именно физический биткоин. Возможно они сделают это в будущем, но в любом случае это уже шаг к принятию. Люди, у которых есть криптовалюта, уже могут оплачивать покупки в интернете с помощью PayPal, конвертируя прямо в PayPal, а не используя для этого посторонние обменники. Что уже намного удобнее, согласись. Интересно, что будет делать PayPal с этими конвертированными биткоинами? Будут ли они выводить их в доллар или же наоборот накапливать? Я бы накапливал. Если меня смотрит PayPal, накапливайте биткоин. Обязательно накапливайте биткоин, это финансовый совет от богатейшего ДИ для вас. Надеюсь на какой-то процент, если вы заработаете кучу денег. Ладно, шучу. Очень хороший вопрос. Будут ли они накапливать или будут выводить в кэш? На этот вопрос я пока не знаю ответа, но если ты знаешь, напиши в комментариях. На самом деле, если они так же, как и Tesla, собираются накапливать биткоины, это опять же приводит к уменьшению доступного предложения биткоина на рынке, что приводит к дефициту главной криптовалюты и росту ее цены. Честно говоря, абсолютно не имею понятия, как правильно читается название этого ресторанного бренда в Соединенных Штатах. Дело не в том, как он называется. Дело в том, что у него 1 миллион подписчиков, и мы знаем, что это крайне популярный ресторанный бренд. И он в закрепленном твите пишет про биткоин. Фактически, они рекламируют биткоин. Это очень хорошо для биткоина. Некоторые люди думают, что это первоапрельская шутка, но нет, они действительно продвигают биткоин. Да и еще решили раздать его на сумму 100 тысяч долларов в честь Национального Дня Буррито. Буррито это, кстати, мексиканское блюдо. Кроме биткоинов, они собираются раздать и сами буррито. Интересная акция, но мне больше всего нравится, что эта крупная ресторанная сеть рекламирует биткоин. И это очень хорошо для главной криптовалюты. Кое-кто уже начал забывать, но есть такая платформа как Бакт, запуск которой когда-то был очень большим хайпом. Так вот, эта платформа создает биткоин-кошелек вместе со Старбакс. Конечно, об этом прямо никто не говорит, но если они сотрудничают со Старбакс, а все мы знаем, кто это такие, то возможно, что этот новый биткоин-кошелек будет использоваться для того, чтобы оплачивать товары в Старбакс. Например, кофе или что они там еще хотят продать. Очевидно, это тоже благосклонно влияет на принятие биткоина. Очень много отличнейших новостей для второго квартала этого года для биткоина. Я нашел еще одну статью, в которой описаны бычьи фундаменталы для апреля этого года. Она называется «Вот почему нужно ориентироваться на цель в 73 тысячи долларов за биткоин». Итак, первый аргумент, что второй квартал этого года будет абсолютно бычим для биткоина, они видят в том, что критические зоны поддержки выдерживают давление продавцов. Это абсолютно четко видно на графике. Точно так же и график капитализации крипторынка выглядит тоже оптимистично. Далее, доминирование биткоина тоже достигло критической зоны, как это показано на графике. Кстати, это означает, что нас ожидает очень красивый и сочный альткоин сезон. И здесь они нарисовали возможность сценария движения цены биткоина. Эксперты полагают, что во втором квартале этого года биткоин может дорасти до 80 тысяч долларов, но я более консервативно полагаю, что это будет около 65 или 70 тысяч долларов за биткоин. Перед тем, как перейти к риплу, хочу поставить еще одну точку в вопросах биткоина и золота. Биткоин превосходит золото. Действительно, биткоин превосходит золото в споре, кто из них является лучшим средством сбережения для инвесторов. Цифровое золото сдвигает старое золото. Золото всегда будет иметь место, например, в ювелирке, но большинство индикаторов показывает ускорение процесса заменения биткоином драгоценных металлов в качестве средства сбережения у инвесторов. И это действительно так, ребята, давайте посмотрим доходность золота за этот год. Оно выросло на минус 9,27%, то есть потеряло почти 10% своей стоимости. За это же время биткоин вырос почти на 800%. Подавляющее превосходство цифрового золота над золотом. И теперь к новостям о рипл, который все еще страдает от судебных тягот американской жизни. Во-первых, начнем с того, что существует такое понятие, как M&A. Это процессы слияния и поглощения в бизнесе и капитале, которые приводят к появлению более крупных компаний. Дело в том, что именно этим рипл занимается в Азии, точнее в юго-восточной ее части. Рипл приобретает азиатского специалиста по трансграничным платежам Трангла. Рипл стремится охватить рынок трансграничных платежей в Азии и расширить сферу услуг своего сервиса ODL – ликвидности по требованию. Поскольку судебное разбирательство США все еще продолжается, очевидно. Такими действиями рипл хочет усилить присутствие в других регионах на этой планете. И, скорее всего, имеет даже мысли о том, чтобы просто-напросто покинуть территорию США ради более дружелюбных юрисдикций. Тем более, что со слов Брэда Гарлинхауса, 90% клиентов компании находятся за пределами США. А Юго-Восточная Азия на самом-то деле является наиболее быстро растущим регионом для внедрения ripple.net. Как видно, Рипл занимается не только тем, что пытается обыграть СЕК, но и строит империю по всей планете одновременно с этим. Великобритания, Япония, Сингапур, Юго-Восточная Азия и так далее. Так что, очевидно, если они проиграют дело в США, компания планирует просто покинуть территорию страны. Думаю, с проигрышем этого дела XRP, конечно же, будет чувствовать себя не очень хорошо. Но очевидно, что он, ну никак не умрет, судя по всему. На этом все, меня зовут Богатейщий Ди. Если видео тебе понравилось или было полезным, не забудь поставить лайк. А также подпишись на канал, телеграм, делись видео с друзьями, комментируй. И обязательно богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok